Субтитры делал DimaTorzok Представляете, как мы к ней готовились, потому что я не просто держу телефон в руке, он у меня дрожит. Мы соорудили штатив из того, что было, и лучше вам не знать, что это такое. В общем, всем привет! Меня зовут Лизочка. Я вам обещала давным-давно трансляцию без чатика. Я буду отвечать на вопросы, которые вы мне уже давно написали в моей группе ВКонтакте. Вот они, эти вопросы. Сейчас я буду их читать вслух. Какие-то, которые мне не нравятся, я буду пропускать. Заодно мы с вами поймем, на какие вопросы я не очень люблю отвечать. Я постараюсь не хамить. На какую-то часть вопросов мы ответим, посмотрим, что из этого получится, и стоит ли нам продолжать такой формат трансляции. Прям даже волнительно, как будто бы на интервью попало. Я там красивая хоть? Ну, слава богу. Все. Друзья, во-первых, я поздравляю вас с праздником, и я очень надеюсь, что вы сегодня обняли тех, кого обнять должно сегодня. Все, поехали. Друзья, теперь я не хочу копировать. У меня в руках планшет, с которым я вообще не умею обращаться. Я надеюсь, вы меня слышите. Ну, посмотрим по качеству видео потом. Все, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, скучаешь ли ты по Х-фактору, не было ли мысли вернуться, поддерживаешь ли связь с Кондорджуком и Соседовым, и вот это вот все. Я очень страшно, когда ты трогаешь телефон. Давай, давай. В общем, так, я скучаю по тем временам, конечно же, естественно, потому что на Х-факторе происходило огромное количество всего очень приятного. И это все было в новинку, и это все было свежо, и это незабываемые два года моей жизни, и не только моей. И с Игорем мы поддерживаем связь в Фейсбуке, с Соседовым, к сожалению, нет, потому что я так и не поняла настоящего у него страницы в Фейсбуке или нет. Но я уверена, что мы будем очень рады увидеть друг друга, ну, по крайней мере, я точно. Я, конечно, скучаю, но я не очень хочу возвращаться. Я вам сейчас попытаюсь объяснить, почему. Потому что это очень трудоемкий проект. В нем невозможно участвовать, не погружаясь в него и не тратя на это огромное количество сил. И, собственно, ушла я из этого проекта, из жюри, только потому что поняла, что мне становится все сложнее и сложнее совмещать и такой масштабный, глобальный телевизионный проект с концертной и гастрольной деятельностью, и со студийной в том числе. И если ставить на чашу весов эти две составляющие, то, конечно же, вы сами прекрасно понимаете, что я в первую очередь певица, а уж потом, кстати, весьма сомнительный член жюри. Поэтому я свой выбор сделала, но это были, правда, прекрасные мгновения. Так, поехали дальше. Спасибо за вопрос. Про фиты я бы хотела, но как бы вы сами потому что почитайте, поймете, о чем я. Так, рукой попросили меня помыхать в экран и передать привет. Можно ли от тебя убежать? Куда? А надо? А стоит ли? Вообще, с собой, круче всего, с собой дружить. Это приходит с опытом, но это вообще вещь. Когда дружишь с собой, это самое прекрасное, что может быть. Что делать, если ничего не хочется делать? Это только на первый взгляд очень легкомысленный вопрос. На самом деле, если научиться отличать апатию и нежелание что-либо делать от лени, которые мы с вами все подвержены, то очень здорово ловить себя на мысли, когда именно надо отдохнуть. Потому что если действительно нет сил и желания ничего делать, и это не праздный гедонизм, то надо себе обязательно дать отдохнуть. Даже если очень хочется полениться, если это не перманентно, не 24 часа сутки, обязательно давайте себе лениться. Это очень кайфово, потому что только когда мы полны сил, когда мы отдохнувшие, это то самое базовое состояние, о котором очень часто говорит Оленька Маркес, только тогда мы с вами действительно способны на крутейшее свершение. Поэтому давайте себе отдыхать и обязательно давайте себе лениться. Здесь я все заблокировала. Вот. Чаще всего вы даете камерные концерты, выбирая в основном клубные площадки. Не хотелось ли вам сменить формат, я периодически его меняю. У нас случаются и опен-эйры, и сидячие площадки, и клубные площадки. Разброс достаточно велик, можно для себя выбрать что-то подходящее. По крайней мере, в больших городах именно так. В маленьких мы работаем там, где придется. Перерыв. Если мне захочется сделать перерыв, я обязательно его сделаю, правда. То есть у меня нет такого, что я чего-то очень хочу, но я не могу, потому что почему. Если я захочу, я обязательно сделаю. Так, так, так. Есть ли у вас какие-то бесполезные способности? Ну, я могу ноздри раздувать, еще могу бы поднимать. Я надеюсь, этого достаточно. Так. А это было хорошее вопрос. Надо подумать. А какие у меня еще есть? Надо подумать. Ну, один мой друг, я клянусь, что это не про меня, я бы честно призналась. Один мой друг может на аспорт пернуть 30 раз. Это суперсила и абсолютно бесполезное умение одновременно. Где взять песню Оли про мудаков? Ее не существует в природе, я ее слышала только из первоисточников. Но если мы с вами поднапряжемся и все вместе ее очень попросим... В общем, я поработаю над этим. Еще два вопроса. Два вопроса. Хорошо. Вот это я, честно, я не знаю. Это какой-то такой высокопарный вопрос, на него надо отвечать. Глядя на закат, и томно закатывая глаза, поэтому я так не очень умею. Но вопрос интересный. Возможно, однажды я не отвечу. Так. Как ваше прошлое изменило вас? Точно так же, как и вас. Точно так же, как и вас. Каждого из нас наше прошлое интересно меняет, укрепляет и прокачивает. На что вам никогда не хватит смелости? Вот это хороший вопрос. А хрен его знает. Потому что я очень часто думаю о том, как все-таки не стоит нам себя ограничивать нашими же никогда. Я была уверена, что я никогда не научусь плавать. Я бы 33 лет не умела плавать. Не умела плавать. Я вообще не умела плавать. Я умела тонуть, я умела бояться в воде, орать так, чтобы меня все слышали. Но я не умела держаться на воде никак. Ну, то есть, никак. Для многих не уметь плавать, это по собачий барак, пацаны, нет. Я панически боялась в воде. Я научилась плавать, вы понимаете? Я бревно. Да, поэтому, мало ли что, мне стукнет в голову лет через, я не знаю, 5, 10, 15, 20. Поэтому такое дело. Все, чуваки, смотрим, как идут наши ответы. Я вас целую. Это не имеет значения, на самом деле, будет или так, или так. Оно не перевернуто, но это не беда. Давай. Все, ты начала уже? Да. Я же могла материться. У нас 90-100 человек. Мы продолжаем ответы. Мы решили с голосом за кадром, с умной бабой, делать трансляции короткими, чтобы больше человек их посмотрело. Я продолжаю отвечать на вопрос. Ты еще коты не орут. Так, поехали. Так, спасибо большое. Так, если бы вы только знали, какой для меня смысл имеет вопрос, люблю ли я йогурт, вы бы заулыбались. Но я вам не скажу, потому что у меня есть куча секретиков. Так, поехали дальше. Лизочка, здравствуйте. Так, множество разных подарков вам дарят на концерт. В большинстве это нарисованные картины, рисунки. Так вот, куда вы деваете все эти творения? У меня есть специальная комната. Опять же, я не скажу вам, где она находится, вы сами понимаете. Где хранятся все эти трогательные картины. Да, их у меня много. С игрушками я поступаю немного по-другому. Они какое-то время... У меня такой, знаете ли, отстойник для хороших мягких игрушек. Они какое-то время тусуются у меня, а потом я их передариваю тем, кому они действительно очень нужны. И, как правило, то есть получается, что эта игрушка приносит радость не только мне, а мне приносит, правда. Но еще кого-то делает очень счастливым. Так, дальше. Меня в детстве, да, вопрос, пытались ли меня переучить сливши в правшу в школе. Да, меня пытались. Причем достаточно... Так даже еще был Советский Союз, и вот у всего была такая советская закалка. Мне очень повезло с мамой, потому что она не поленилась. И нашла медицинскую энциклопедию. С этой энциклопедией поперлась в школу. И так директору так тыкала ее, так вас, смотрите, смотрите. О том, что меня не надо переучивать, поэтому я была единственным учеником в школе, которого мне переучили. Если не... Ну, в классе точно, но, по-моему, и в школе тоже, потому что тогда всех переучивали. Спасибо, мама, огромное. Спасибо тебе большое, мой человек. Так. Так. Как мне найти альбом «Ёлка-хэштег-2» в Украине? Вы знаете, я уточню этот момент. Я уточню этот момент, потому что мы скоро, я надеюсь, организуем какую-то доставку по этому поводу. Нет вдохновения. Я вам желаю вдохновения, что я еще могу вам пожелать. На свет уходит, да? Нормально еще? Пока да. Терпимо, хорошо. Так, очень жду клипа. Клип вы уже дождались, потому что этим вопросам уже сто лет. Смотрите, мое расписание, оно есть в той же группе, в которой вы задаете мне вопросы. Так. Я не могу... Вопрос, какой самый запоминающийся концерт в моей жизни. Дело в том, что у меня память, она как у рыбки. Как ее развали? Дори. Дори, помните Дори, которая умела говорить по-китовне? Я помню, сегодняшний... Она... Из Немо. Из Немо она по-китовне. По-китовне. Ну ты что думаешь? Видишь? Видишь? Я смотрю, ничего не так. Так вот, я помню последний концерт всегда. Нет, у меня было, конечно, несколько знаковых концертов, на которых я больше всего волновалась. И это, кстати, не очень хорошо. А я все концерты люблю, потому что на каждом из них случается что-то особенное. И я сейчас буду ужасно. Банально, и, конечно, вот сейчас экран такой ванильной крошкой покроется. Но я, правда, такие моменты помню из концертов. Прям такие моменты. Я со старой сегодня будет страшный склероз, но кое-что из этих концертов я запомню навсегда. Так, так, так. Последний. Ну что ты? Ну, очень злая баба. Слушай, а можно другого оператора, пожалуйста, позвать? Я тебя очень прошу. Если бы мне предложили полететь в космос, я бы никогда не полетела в космос. Потому что там, сука, долго туда лететь, во-первых. А во-вторых, там холодно и темно. Нечего там делать. Там негде гулять. Так. Последний. Все, последний. Я не умею петь Йодлим. Нет, я не умею петь Йодлим. Это вопрос. Ответ на вопрос. Умели я петь Йодлим? Смотрите, кто это пишет. Елена это пишет. Задумывались ли вы на тем, чтобы использовать в концертной программе более редкие музыкальные инструменты? Естественно. Да, конечно, у нас на последнем концерте, на крайнем концерте. Боже, я такая стала. Просто такая. Московская. Нет, нет, нет. Это это. Ну, это когда мнительное. Не говорить последнее, а говорить крайнее. Вот это вот все. Короче, в Крокусе из редких инструментов у нас была куча этнических духовых, которых я даже не знаю, как они называются. Андрей Доронин, прости, что перебью. То есть она носила, смотрели ли вы фильм «Человек-паук». Ответь, пожалуйста, Андрею Доронину, что он у меня там доиграется. Андрей Доронин, может, и прочее. Ну ладно. Ну ты понял. Давай, давай. А что я говорила? Все. А редкие музыкальные инструменты, да, мы стараемся их использовать. Ну это не мешает мне, я, видишь, умная, говорю. Ну вот, мы стараемся по возможности. Это не так просто, но это очень интересно. Как правило, не так много людей, находящихся в зале, это замечают. Но, тем не менее, оно того стоит. До следующей трансляции. Сейчас еще пойдем в эфир, да? Да. И-хи-хи-хи! Как? Это не направо. Вниз. Пошла уже трансляция? Ну да. А ты почему-то никогда... А нас никто не смотрит. А я никогда меня не предупределяю. В общем, ноль. Ноль зрителей. Привет, мои хорошие. Ноль зрителей. Зато, когда ноль зрителей, можно по... Но так-то 80 тоже. И-и-и-и-и! 80 человек. 100, 100, 100, 100. Друзья, это третья часть, это видео, в котором я, отключив все комментарии, отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задавали в моей группе ВКонтакте. Это для нас эксперимент, мы посмотрим, что из этого получится. Потому что если вам понравится, если я получу какие-то хорошие отзывы от того, что мы сейчас делаем, можно такие трансляции в обход журналистов делать часто, сделать их доброй традицией. Поехали отвечать дальше. Я только, я правда от режиссера-постановщика сменю, но надо отдать ей должное, она выставила свет. Я потом по картинке посмотрю, хорошо она это сделала, или так себе. Итак, вопрос, что вас больше мотивирует, критика или похвала? Я ненавижу критику. Когда напротив меня сидит журналист, я отвечаю в более мягкой форме, что ну, знаете, не очень. Я ненавижу критику. Я терпеть не могу критику. В мире существует плюс 6-7 человек, которым я могу прислушаться. И это не значит, что я не расстроюсь и не обижусь, потому что это всегда вот так вот я где-то реагирую на любые замечания, осознавая, что они по делу. Критика никогда не мотивирует. Она заставляет делать выводы, она заставляет анализировать. Но я вообще не люблю слово мотивация. Потому что мотивация это что-то очень временное и вечно ускользающее от тебя. Я люблю слово вдохновение, собственно, как само вдохновение. Потому что слова, которые сказаны от души, искренние слова, благодарность и поддержки, тёплые слова, они не мотивируют, они окрыляют и вдохновляют. Поэтому... Но к критике я прислушиваюсь, то есть это не значит, что я её не слышу. Я просто её не люблю, потому что... А, смысля. Вот так я на неё реагирую. Смысля, чем? А? Я не буду короче. Слушай, мне всю жизнь всегда говорят короче! На концертах мне надо говорить короче, между песнями короче. Поэтому у тебя концерты по 2,5. Поэтому у меня концерты по 2,5 часа. Знаешь, с кем идти дружи? Давай. Следующий вопрос. Что категорически... Чего категорически нельзя делать перед концертом? Жрать. Жрать, кстати, нельзя перед концертом, потому что ты на концерте будешь икать, хотеть спать. Твоё вообще художник должен быть голодным. Я никогда не понимала людей, которые подбухивают перед концертом. Вот правда. Хотя кому-то это помогает, кому-то это помогает раскрепощаться и делать. И так нормально, уважаю. Зачем усугублять? Так. В чём музыкант не должен себя ограничивать? Во вдохновении. Во всём, что вдохновляет. В путешествиях, в хороших людях. Во впечатлениях. Это очень-очень в правильных, правильных, неискажённых впечатлениях. My opinion. Имею право. Спасибо большое за вопросы. Можно ли сказать, что на концерте вы лучшая версия себя? Но это же вытернутая из контекста моя фраза. Я так иногда говорю. Возможно, это не совсем точное определение. Скорее, концентрация всего, что во мне есть. Честного. Да. Да. Потому что в жизни я в режиме стендбай. Обычная девочка ходит. Скучновато. Причём, надо признаться. На концерте со мной происходят очень приятные для меня вещи. Раскрывается человек, раскрывается. Спасибо огромное за вопрос. И тут про мечты ещё вопрос. Я его даже не буду зачитывать. В общем так, мечтать надо вот так, как мечтать хочется. Нет у этого никаких правил. Ну, в мечтах не может быть никаких правил. А сбудутся они или нет, зависит от мечты, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто из ваших родителей являлся большим авторитетом для вас и почему? С подвохом, конечно, вопрос. С подвохом. У меня настолько... Настолько цельные и наполненные люди попались мне в родители. Уж не знаю, за что мне так повезло. Мама всегда была, есть и будет примером того, как можно быть перманентно счастливым человеком. Папа олицетворял с собой честность, справедливость, подвижный ум с чувством юмора. У мамы тоже с этим всё в порядке. И оба они очень музыкальны. Поэтому, при том, что они очень разные люди, где-то в чём-то был сильнее один, где-то в чём-то другая. Они очень круто в воспитании друг друга дополняли, в воспитании меня. И, конечно, понимание этого приходит в достаточно зрелом возрасте. Но у меня очень крутые родители. Очень крутые. Маме. Маму люблю так. И папу люблю. Скучаю. А, ничего. Нажимаю, скажу и маме. Да нет, нет. Нормально. Всё, успокойся. Книга, фильм и песни, с которыми, по вашему мнению, должны быть знакомы все. Про книгу не скажу. Про фильм скажу. Когда я посмотрела впервые «О рекламе по мечте», мне захотелось, чтобы этот фильм показывали в школе. Ну, лет в 16, в 15. Когда шибко хочется экспериментов, всевозволенности, свободы, взросления. Мне очень полезно понимать, чем чреваты такие желания. Оно сильно не поможет, не надейтесь. Но, по крайней мере, возможно, в чьих-то головах это что-то включит. Мы не способны анализировать. Мы не способны думать в таком возрасте. Не способны думать о последствиях. Эта функция не работает в 15, 16, 17 и 18 лет. Но иногда на нас что-то, как на зверят, срабатывает. Я имею в виду испуг. Поэтому иногда в таком возрасте нас надо просто хорошенечко припугнуть. Самый ценный и полезный совет я вам не скажу, как вы мне давали. Во-первых, я не помню. Во-вторых, скорее всего, это были слова просто поддержки и огромной любви. Вот, я тебе советую, никогда не делай. Ба-а-а, сюда, ба-а-а. Пошла, все сделала. Позвала, она очень строга. Так, а, ты же за статистикой, да, следишь? У нас отток аудитории. Не уходите! Что помогает вам? А, подожди. Тут просто столько крутых вопросов, и это все от одного человека, понимаешь? От одного человека. Когда-то мы заканчиваем. Да. Да, подожди, говорят, что в жизни надо попробовать всё, и есть ли вещи, которые вы не попробуете никогда, да, я даже не скажу вам, что, но да, правда, да, слава Богу уже, вот столько мне хватает мозгов сказать, что что-то я не попробую, что помогает принять вам правильное решение в трудных ситуациях, выброс адреналина. На самом деле, очень круто иметь микрофокус-группу, потому что есть решение, которое мы не способны принимать адекватно, и есть решение, которое нельзя принимать моментально, нельзя. Ходят слухи, что решение первой секунды интуитивное, оно правильное. Тем не менее, даже если это так, дайте себе время. В последнее время я стараюсь так поступать, и я нахожу в этом плюсы, потому что я не из тех людей, которые моментально анализируют ситуацию, и я не из тех людей, которые способны сразу просчитать последствия, которые могут быть, поэтому я даю себе время. Я не так, у меня не такой подвижный ум, поэтому я даю себе время. Ну, это мой рецепт, и вдруг вам пригодится. Там ещё один хороший вопрос. Не выключай! Один хороший вопрос. Нет, выключай. Я нечего? У меня тут во-первых, вам дела поважнее. Ой, ой, ты понимаешь, какая любовь вообще. Набираем за эти вопросы, да? Десять. Пожалуй, подождём ещё, да, немножко. Да, давай уж. Да? Друзья, это пятая часть, это ответы на ваши вопросы. Я уже там в предыдущих трансляциях всё сказала. Нет, я так не могу. Это вопросы, которые задавали вы, мои хорошие, мне в моей официальной группе ВКонтакте. Как группа называется? Просто ёлка, да. Ёлка с галочками. Или какие-то ёлки. Давай! Короче, неважно. Да, да, да. Я зануд... Ну, я... Кстати, я всегда предупреждаю, что я очень нудная. Я скучный персонаж. Так вот. Нудная-дная. Как вы считаете, от чего зависит достижение успеха в карьере? Можно сказать, что это вера в себя. Да, это упорство и труд. Но на самом деле, наверное, и то, и то, и обязательно щепотка магии. Потому что без третьего ингредиента ничего не получается. Можно быть очень талантливым, очень упорным. У меня там это, да? Да, моя девочка. Она тоже знает, от чего это всё зависит. Далее. Какая еда способна поднять вам настроение? Любая еда. Еда. В принципе, еда. Ты способна поднять мне настроение. Я люблю есть. Еда. Я люблю тебя. Нет, аж это. Давай. Ну, еда. Каким качеством в людях вы не перестаёте восхищаться? Восхищаться. Я не перестаю восхищаться умением восхищаться, потому что радостно открыто реагировать с детской непосредственностью и радоваться всему, и уметь подничать мелочи, и уметь быть благодарным за всё. Всё это крутейшее качество, которое мы очень быстро теряем в силу того, что мы очень быстро ко всему привыкаем, ко всему хорошему, в том числе. А? А тупостью. Своей разве что? Нет, я очень восхищаюсь тупостью. Тебя не слышат люди. Слава богу. Да, наш оператор очень любит тупых людей. Очень любит. У неё есть Golden Collection. Ну, мне кажется, что я просто вишенка на твоём торте, тупых людей. Так. Это организационные вопросы, это мне очень интересно. Кем бы вы были, если бы не были певицей? Я уже сто раз отвечала. Как бы я вообще не понимаю, кем бы я была и какая разница у вас. Я уже и так случилась певицей. Так, так, так. Ну, нет. Ну, правда. Арт? В стиле арт? Песни в стиле арт? Я не знаю. Я не знаю. Спасибо большое. Вы мне только что сказали, что это классная идея. Спасибо большое, если это всё ещё актуально. Вот. Скажите, пожалуйста, процесс создания песни. Какой он? Как это всё происходит? Мы, предположим, автор показывает вам песню. Дальше что происходит? Вы уже понимаете, как она будет звучать. Это очень всё индивидуально. Потому что... Ну, как правило, нам присылают огромное количество демок. Я не раз об этом говорила, но тут не грех повториться. Я всегда открыта на нашем сайте. Всегда есть как минимум два почтовых адреса, на которые вы можете... Вы даже... Вот вы. Вы, мужчина. Отправить любую из своих песен. Правда. Если мы поймём, что она нам подходит, мне, например, мы обязательно с вами свяжемся. Также у нас есть ряд авторов, с которыми мы работаем уже очень давно. И это могут быть песни, которые написаны просто так пространственно. Это могут быть песни, которые, например, я попросила написать. Это уже другое. Это уже вид сотрудничества, сотворчества. И это тоже очень интересно вдохновлять человека. Так как я не пишу и немного страдаю от этого, я иногда стараюсь на что-то вдохновить человека, который, в отличие от меня, писать умеет. А дальше тоже очень по-разному. Потому что иногда я просто отдаю песню аранжировщику, которому, например, доверяю или точно знаю, что он что-то интересное из этого сделает. И не вмешиваясь в процесс совершенно. Ты все короче. Я же очень сжата, ты понимаешь, что я ни одного слова-паразита. Если ты говоришь быстрее, это не значит, что это короче. Мне казалось, что это одно и то же. С вами невозможно, просто с вами невозможно. В общем, это очень индивидуально. И ни разу не было такого, что две песни по одному и тому же сценарию воплощались в жизнь. Поэтому это процесс магический, я вас уверяю. И вот работа в студии, запись вокала в студии я очень люблю. Правда. Это такая магия. Особенно, когда ты начинаешь контролировать уже себя и то, что ты выдаешь. Вообще просто. Спасибо огромное за вопрос. Не могу придумать. Это ничего. Это не беда. Вы не одинок. Последний. Да тебя уже никто не смотрит. Ну это ничего страшного. Я потом, я вечером пересмотрю это все. Так, так. На, нет. Я занималась каратэ. Да, это правда. Я, нет, я не ходила ни на какие соревнования. Но чуть ссыкотно мне просто в бубен получать было, если честно. И тогда, и сейчас. Про йогу. Вот только что я прочитала вопрос, как я отношусь к йоге. Нам не хватит с вами одной трансляции, чтобы я вам рассказала. Но да, я несколько раз была на йоге. По-разному. По-разному. Это кайфово. И кому-то это очень подходит. Но я все еще в процессе поиска и нащупывания той йоги, которая меня зацепит. Я была на одной, на одном занятии, которое мне действительно очень понравилось. И в общем-то я думаю, что в том направлении йоги можно двигаться. Все, мы снащим. До скорого. Мы еще выйдем? Ну скажи, повелитель телефона. Последний раз. Вовелитель. Все, я нашла момент, где мы снимаемся. Все, пошли мы, да? Ну, народу нет пока. Ноль народу. Самое время сказать вам, чем мы здесь занимаемся. Это трансляция без ваших... А, у нас все еще без... Мы решили без комментариев все-таки пристить эту трансляцию. А нельзя сейчас включить? А я не знаю, давай посмотрим. Вы набирайтесь, 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 набирайтесь. Нет, нельзя. Ну и в общем, ладно. Красивую стену вы только что посмотрели. Без чатика, включенного в эту трансляцию, потому что я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задали в социальных сетях. Бла-бла-бла. Поехали дальше. Ха-ха-хай! Меня предупредили, что надо отвечать более емко, более содержательно и более искрометно. Отвитажай уже. Не ко мне. Бл-бл-бл. Что вас вдохновляет? Меня вдохновляют люди. Я как человек, не пишущий песни, тем не менее, вдохновляюсь людьми, потому что люди — это самое большое мое сокровище. Люди — это... Ну, я их очень люблю. Мне очень повезло. У меня огромное количество людей, которых хочется жмакать, которых хочется обнимать людей, которые гораздо лучше, чем я. И мне не страшно это осознавать, даже говорить вслух, потому что они превосходны. И однажды я очень хочу стать такими же, как они. Самое запоминающееся путешествие — это то, о котором я никогда вам не расскажу. У меня их несколько. Ой. Я очень люблю путешествовать. Я бы очень хотела посмотреть побольше мест на нашей удивительной планете. Потому что... Вы знаете, иногда достаточно зайти в гугл и вбить там пять самых красивых мест на планете. Десять или пятнадцать. И просто охренеть. От того, как бы у нас всё-таки красиво. Дальше. Бэээ! Так, это я пропускаю. Это я пропускаю, потому что топ пять песен или артистов постоянно у вас в плеере. Это отдельная тема. У меня там где-то есть интервью. Ну, в общем, пожалуйста, прощите. Оленька, я верю в вас. Приметы перед выходом на сцену. Если у меня какие-то приметы перед выходом на сцену, очень важно побыть наедине с собой, немного помолчать и собраться. Ну, это не примета, котик. Это просто не надо жрать перед выходом на сцену. Это не примета. Чем вас можно удивить? Меня достаточно просто удивить. Я не из тех, кто... А я всё же видела это. А! Нет, нет, я вот из этих восторженных щенков, которые вечно глядят хвостом и всему очень радуются. Последняя причина на это. Очень много вопросов про книги, реально по всему вот этому перечню, очень много вопросов про книги. Отвечу вам честно. К сожалению, я сейчас читаю не в тех объёмах, в которых бы мне хотелось. Я очень мало читаю. Всё, что я читаю, я не запоминаю. Это очень удобно, потому что одну и ту же книгу можно перечитывать каждый год. Поэтому позавчера в аэропорту я купила «Мастера и Маргарита», потому что мне вдруг захотелось её перечитать. Да, я её читала сто раз, но я очень люблю. Ты знаешь, чем я сейчас наслаждаюсь в этом произведении? Фразами, оборотами, как эти слова составлены. Нет, ты за кадром потом скажи, почему это плохой ответ. Давай дальше. Нет, ну скажи сейчас, давай. Нет, давай, я потом тебе скажу. Давай. Я очень много читаю, я так можно было ответить. Два вопроса, два, ещё тебе в жопу. Хорошо. Так, подожди, подожди, подожди. Вот, насколько помню, раньше в интервью вы говорили, что обязательно из каждого города, в котором бываете, вы привозите магнитик. Да, ничего с тех пор не изменилось. Скоро будем покупать холодильники для магнитов. Эту шутку я украла у какого-то каванщика. Отличная идея, спасибо вам большое. Видеотрансляции с вами, как по... Вы имеете в виду сейчас YouTube-трансляция, да? Но теперь я не понимаю, зачем, если у нас есть с вами вот такая трансляция. Но мы обязательно будем придумывать что-то новое. Я верю в нас. Лиза, было ли в действительности, что вы всекли человеку за его поганый язык? Есть другие, кто всекает. Да, у меня есть специальные всекатели. Ну, нет, конечно, я не знаю. Мы все на словах очень смелые. И, конечно, желание треснуть возникает, иногда возникает. Чаще мне возникает желание посмотреть человеку в глаза, потому что, как правило, то, что человек способен написать в интернете, осознавая все-таки дистанцию, никогда не осмелится сказать тебе в глаза. Треснуть иногда в порыве какой-то эмоции хочется. Но я прекрасно понимаю, что мне легче не станет. Ситуация это не изменит. И вот если вот так вот по-честному, что я... То я не представляю, что должно произойти. Ну, то есть, насколько человек должен переступить грань, чтобы мне захотелось не просто сказать ему какие-то страшные слова, но и еще и разбить его спину стул. Вот. Это был хороший последний вопрос? Да, скругайся. Друзья, спасибо вам огромное за то, что поддержали наш такой эксперимент. Это я вообще волновалась, правда. Мне было очень необычно вот это все. Мы прерываемся. На сегодня я с вами прощаюсь, потому что этого было предостаточно, я считаю. Я спрошу у вас обязательно в ВКонтакте, каково было, чего не хватает и вообще надо ли это делать. А пока я машу вам лапу. Еще раз поздравляю вас с прекрасными праздниками. Наконец-то выходные закончились. А мы пошли смотреть салют. Пока-пока. Спасибо еще раз большое. Продолжение следует...